Чтобы понять всю глубину проблемы с обеспечением безопасности на дорогах Новосибирской области, надо знать статистику. На сегодняшний день на территории области у нас зарегистрировано более 2300 дорожно-транспортных происшествий, в которых уже 240 человек у нас, к сожалению, погибли. 85 происшествий, это огромная доля ДТП, происходит именно по вине водителей. То есть умышленное нарушение правил дорожного движения, пренебрежение своей собственной безопасностью, безопасностью окружающих. Новосибирская областная общественная организация «Фарпост» и региональное управление ГИБДД уже много лет организуют различные акции ко дню памяти жертв ДТП. В этот раз проблему безопасности на дорогах решили показать через киноискусство. Один из фильмов, участвующих в показе, хоть и называется «В черном городе», чернухой не является. Мы выбрали такой подход, что не только запугать, но запугать по-детски. Мы использовали такую детскую страшилку, она получилась достаточно забавная, но она раскрывает эту серьезную тему, что нужно быть ярким, чтобы тебя было видно в темноте. Общественники в стремлении к обеспечению безопасности на дорогах, смене менталитета водителей с агрессивного на толерантный, испробовали много способов. Был какой-то период, когда было, ну если хотите, это слово модно сюда, применимо, показывать кровь, аварии, все умерли, погибли, да, то сейчас, конечно, тенденция в другую немного сторону, потому что мы больше говорим спасибо тем, кто не нарушает правила, мы благодарим ответственных водителей и пешеходов. Это тенденция времени. Тенденция времени и то, что в стране и в нашем регионе реализуются различные тематические проекты, к примеру, безопасное детство. Это безопасность на пешеходах, безопасность при переходе дорог, это управление транспортом, велосипедами, самокатами. И наша основная задача – это работать с детьми, работать с родителями, работать с общественными организациями, чтобы постоянно, вот я вижу главное, напоминать о том, что опасность есть, и что эта опасность приводит к большим трагедиям. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заметил, раз большинство ДТП, а именно 85%, происходит по вине водителей, то надо их воспитывать в духе законопослушности с раннего детства. Было бы здорово, чтобы предмет по безопасности дорожного движения стал бы одним из обязательных в школьной программе, чтобы многие вещи на дорогах, они проходили на каком-то автоматизме. На автоматизме ты идешь на зеленый сигнал светофора, на автоматизме не задумываешь, пристегнулся, сел в машину и пристегнулся ремнем безопасности. Да, если бы все участники дорожного движения соблюдали правила, не раздумывая, как говорит министр, на автомате, то автодороги и магистрали стали бы точно намного безопаснее. Для того появился и день памяти жертв ДТП. Возможно, люди лишний раз задумаются, почему же дорога несет себе так много рисков.